Чуть больше месяца осталось для оплаты налогов за владение квартирой, машиной, домом или другим имуществом. В общей сложности за эту налоговую компанию казна региона должна пополниться на несколько миллиардов рублей. Но активны ли жители края в исполнении своей обязанности перед государством и что грозит злостным должникам, нам сегодня расскажет заместитель руководителя управления Федеральной налоговой службы России по Алтайскому краю Наталья Шелихова. Здравствуйте, Наталья. Добрый день. Ну вот уже около месяца длится очередная кампания по уплате имущественных налогов. Все ли жители региона получили уведомления о суммах, которые должны заплатить, и что делать тем, кто, возможно, еще о них не знает? Ну действительно, у нас уже сегодня закончилось формирование исчисления сумм к уплате имущественных налогов. Начислено жителям края 4,2 миллиарда рублей. Это на 3% больше, чем в прошлом году. 1,2 миллиона налоговых уведомлений уже направлены налогоплательщикам. Из них порядка 40% уже получены налогоплательщиками, у которых открыты личные кабинеты налогоплательщика. Еще 45 тысяч жителей Алтайского края получили уведомления через портал «Госуслуги». Остальным плательщикам налоговые уведомления отправлены почтой. А вот тем, кто их еще не увидел, что порекомендуете? Зайти на сайт «Госуслуг» или куда обращаться? Конечно же, самый простой способ получения информации – это обратиться в любой налоговый орган. Но еще раз хочу акцентировать внимание жителей края. Те, кто подключены к личному кабинету налогоплательщика или к порталу «Госуслуги», на котором с этого года они отправили свое заявление, получать уведомления именно таким способом. Уведомления через почту России уже не придут. Только в электронном виде. Обратите на это внимание, и эту особенность нужно учесть. Отслеживать самостоятельно, если что. Скажите, каким образом можно оплатить налоги? Вот есть ли какие-то особенности в этом вопросе сейчас? Оплатить налоги легко – это уже не просто красивая фраза. У нас действительно очень много вариантов для того, чтобы провести такую манипуляцию. Мы можем оплатить налоги через сервис ФНС России «Заплати налоги». Мы можем заплатить через личный кабинет налогоплательщика или через мобильное приложение, через тот же сайт «Госуслуги», многофункциональный центр. Единственное, что нужно иметь в виду, с этого года произошли изменения в действующем законодательстве. Налоговые органы перешли на новую систему учета налоговых обязательств. Ключевым нововведением этого года является то, что налогоплательщик больше не может выбирать, какой налог он платит и за какой период. Все поступающие денежные средства будут распределяться в строгом алгоритме, который предусмотрен действующим законодательством. То есть в первую очередь будет гаситься недоимка по налогу на доходы физических лиц наиболее старого долга. Затем текущие начисления по этому налогу. Уже в последующем будет гаситься недоимка по иным налогам, также начиная с более давней, затем текущие начисления по этим же налогам, пени, проценты, штрафы. И нужно обратить внимание, что все направленные вами денежные средства в первую очередь закроют долги, если они у вас имеются. А уже оставшиеся денежные средства будут направлены на погашение текущих долгов. И если этих денег в итоге будет недостаточно, то они опять же закроют не какой-то конкретный налог, а пропорционально распределяться между имеющимися обязательствами. То есть если есть, скажем, долг за несколько лет, то лучше платить общей суммой, верно? Конечно, это и сэкономит денежные средства плательщика, сэкономит какие-то дополнительные расходы, которые непременно возникнут у должника в связи с тем, что он несвоевременно исполняет свои обязанности. А как узнать, вот сколько начислено за предыдущие годы? Если, к примеру, человек не платил несколько лет в силу каких-то обстоятельств, а сейчас хочет погасить всю эту сумму? Ну, опять же, у нас вариантов много. Служба предоставляет массу вариантов. Это очень популярный и очень удобный личный кабинет налогоплательщика, тоже мобильное приложение. Это обратиться в многофункциональном центре, вам подскажут. В любой налоговый орган можно зайти, вам, конечно же, расскажут о том, какие у вас суммы долга есть. Обращу внимание еще на одну опцию, которая имеется у налоговых органов. Уже второй год подряд мы можем информировать налогоплательщиков об имеющемся у них долге путем смс-сообщения либо сообщения на электронную почту. Что для этого нужно? Для этого нужно всего лишь подать письменный бланк заявления в любой, повторюсь, налоговый орган, либо еще проще подключить эту опцию с использованием личного кабинета налогоплательщика. И ежеквартально мы будем извещать налогоплательщиков о наличии задолженности, если она, конечно, будет иметь место. А вообще у нас многие жители края должны налоговой службе и какие вот самые внушительные суммы по налогам? К сожалению, количество должников в Алтайском крае существенно. У нас порядка 600 тысяч жителей Алтайского края имеют долг хотя бы от одной копейки. Самые большие суммы у нас имеют два должника. Это долг от 3,5 миллионов рублей. Примерно 18 человек имеют долг более 1 миллиона рублей. 23 человека у нас с долгом от 500 тысяч до 1 миллиона рублей. Чуть больше тысячи с долгом от 100 тысяч до 500 рублей. Ну и самое многочисленное, это вот, конечно, с суммами долга меньше. Совокупный, вот скажем, размер этого долга большой? К сожалению, да. У нас за предыдущие периоды накопилась внушительная сумма долга по состоянию. На сегодня у нас задолженность составляет 1,4 миллиарда рублей. И это при том, что она уже с начала года сократилась на 750 миллионов. Если сокращается, то есть жители края, ну нельзя их отнести, скажем, к злостным таким, да, неплательщикам. Они все-таки как-то пытаются, да, выплачивать. То есть тенденция какая? Какие мы вообще вот в этом смысле? Законопослушные или нет? Ну, можно рассуждать, наверное, двумя категориями. Первое. Налоговые органы очень давно и усиленно проводят масштабные мероприятия, во-первых, по урегулированию задолженности, то есть взыскивая эту задолженность, используя и наращивая тот самый инструментарий, с помощью которого мы обеспечиваем поступление в бюджет. С другой стороны, мы работаем и на повышение платежной дисциплины наших граждан. И уже на протяжении пяти лет мы фиксируем, что прирост задолженности после наступления срока уплаты сокращается. То есть можно сказать, что в Алтайском крае в последнее время положительная динамика по данному вопросу. А вот что грозит неплательщикам, которые, ну вот, не уложились? Вот введенный срок сейчас, он до 1 декабря, да, напомним, вот кроме пени, всем известной? Действительно, после наступления срока уплаты ваши обязательства начинают квалифицироваться как задолженность. Вы уже обозначили тот необходимый минимум, то самое досадное обстоятельство в виде дополнительных расходов в виде пени, которые будут начисляться за каждый день просрочки. Есть еще и дополнительные расходы, к которым относятся, во-первых, госпошлина за вынесение судебного приказа 200 рублей, либо за рассмотрение иска 400 рублей. Это также исполнительский сбор приставов. Это 7% от суммы долга, но не менее 1000 рублей, если долг небольшой. И вот этих как раз расходов и можно избежать налогоплательщикам, если своевременно, ну как можно быстро погасить свой долг. Я все время пытаюсь показать наглядно людям о том, насколько невыгодно им быть недобросовестными плательщиками. Если вы, допустим, в течение года не оплачиваете задолженность за ваш автотранспорт в размере 3000 рублей, то через год, ну путем вот нехитрых манипуляций, расчетов, которые я уже назвала цифры, через год нужно будет заплатить 4600, в полтора раза больше. А если ваш долг был всего лишь 300 рублей, через год в расходной вашей части, в расходной статье вашего бюджета появится полторы тысячи, в пять раз больше. Ну таким образом, вот эта вот математика наглядно демонстрирует, что ну невыгодно быть налогоплательщиком, который своевременно не исполняет свою конституционную обязанность. Лучше долги не копить, да? Все верно. Но тем не менее, вот выше вы обозначили, что у нас достаточно много и злостных неплательщиков, вот что грозит им в конечном итоге? Если долг все-таки не будет погашен, конечно же, налоговые органы начнут процедуру взыскания. Вначале принимаются лояльные меры, которые могут позволить обеспечить погашение долга в более комфортных для плательщика условиях. Направится требование для начала. Это такое своеобразное напоминание забывчивым плательщикам о том, что свои обязательства перед бюджетом нужно все-таки гасить. Если в установленный в этом требовании срок долг не будет погашен, налоговые органы придут уже непосредственно к процедуре принудительного взыскания. Первое, что будет сделано, это, конечно же, будет получен исполнительский документ через суд. С граждан взыскиваем мы сегодня долги именно через суд, если это не является гражданин, еще и индивидуальным предпринимателем там свои особенности. Выставляется у нас решение в реестре решения о взыскании задолженности, а также предъявляется инкассовое поручение для того, чтобы денежные средства были списаны со счета налогоплательщика. Если денежных средств на счете налогоплательщика нет или их недостаточно, мы переходим в следующую процедуру взыскания. Денежные средства могут быть получены в бюджет за счет лица, выплачивающего доходы этому налогоплательщику, я не знаю, пенсионный фонд, работодатель, может быть, это какая-то стипендия, любое лицо, которое выплачивает доходы, либо с помощью службы судебных приставов. А вот тут арсенал взыскания гораздо более серьезный, наверное, даже жесткий по отношению к плательщику. Возможно, арест имущества, изъятие имущества и даже реализация этого имущества, ограничение операций по счетам, ограничение выезда за рубеж. Инструментарий у приставов вполне внушительный. То есть могут списать и со счета, допустим, банковского, да, и могут арестовать имущество. Но вот здесь, вот в этих вопросах, имеет значение размер долга, там, не знаю, стаж, годы, вот какие-то нюансы можете по этим санкциям разъяснить? Ну, конечно, приставы исходят из суммы долга. Если это у вас долг 3000 рублей, то вряд ли будет арестован ваш автомобиль, который стоит в разы больше. Несоразмерность все-таки оценивается. Но вместе с тем 3000 рублей вполне могут быть изысканы приставами, опять же, за счет денежных средств, за счет работодателя, какими-то. У вас, как минимум, будет запрет на выезд за рубеж. И опять же, я напомню, у вас появляются и дополнительные расходы. Если вы в течение установленного приставом добровольного срока эту задолженность не погасили, минимум, на который вырастет ваш долг, это 1000 рублей исполнительского сбора. Вы сказали, запрет на выезд за рубеж, даже при условии долгов 3000, вот раньше был порог 10 тысяч. Здесь имеет место ограничение еще и по времени. Если этот долг незначительный, но не уплачивается достаточно большое количество времени, то запрет на выезд за рубеж также может быть произведен. Если человек не согласен с суммой долга, куда ему обратиться и вот так, чтобы решить его проблему наиболее оперативно? Ну, это, опять же, взаимодействие с налоговыми органами, любыми доступными и удобными способами для налогоплательщика. Вы можете обратиться в налоговый орган, лучше, конечно, по месту учета. Вы можете, находясь дома, сформировать обращение о необходимости пояснения, разъяснений каких-то в налоговый орган путем, используя возможности личного кабинета. Что называется, не вставая с дивана, вы сформируете вопрос и получите ответ. Ну и самый простой – позвонить. У нас телефон горячей линии 8 800 222 2222. Вам всегда ответят и помогут. Такие обращения, они вообще бывают? У нас очень много звонит налогоплательщиков с вопросами о начислениях, о необходимости гашения задолженности, о способах ее гашения. Возникают, конечно, и вопросы относительно ставок налога, относительно возможности предоставления льготы и так далее. И все эти вопросы разрешаются вот в таком индивидуальном порядке. Кто в праве не платить имущественный налог? Если говорить о льготной категории, то в отношении каждого из этих имущественных налогов транспортный, имущественный налог, земельный налог, они совершенно разные. Лучше, конечно, обратиться к сервису, который размещен на сайте Федеральной налоговой службы. Там есть налоговый калькулятор, там есть пояснение о том, какие категории являются льготируемыми. Чаще всего это пенсионеры, многодетные семьи и так далее. В любой ситуации сервис поможет разобраться. Если уж что-то совершенно все-таки окажется непонятным, останется непонятным, то опять же вы имеете право обратиться в налоговый орган. Спасибо большое за ваши ответы. А я напомню, что сегодня о налоговой компании по имущественным налогам мы разговаривали с заместителем руководителя управления Федеральной налоговой службы России по Алтайскому краю Натальей Шелиховой. До свидания.